Привет, ребята! Сегодня нарисуем такой объемный домик. Начнем с линии горизонта. Теперь ставим две точки, соединяем в вертикальной линии, это будет угол нашего дома. Теперь рисуем линию фундамента, слегка приподнимая ее вверх. Параллельно ей рисуем линию потолка и соединяем в вертикальной линии. То же самое повторяем с другой стороны. Все линии должны быть параллельны. Левую сторону дома делим пополам, намечаем линию середины и рисуем треугольник крыши. Параллельно потолку, с правой стороны рисуем край крыши. И параллельно треугольнику дорисовываем часть крыши справа. Стираем лишние линии. Теперь рисуем окна. Намечаем линии окон, рисуем вертикальные прямые. Можно добавить такие красивые арки. То же самое повторяем с другой стороны. Окна должны быть на одной высоте и одного размера. Далее переходим к дверям. Намечаем прямоугольник и ступеньку. Сверху на дверь я добавляю козырек. Дорисовываю мелкие детали. Ручку двери, фундамент, рамы на окнах. И еще добавляю чердак на крыше. Уточняю форму. Добавляю на крыше трубу. На этом наш дом готов. Теперь нарисую пейзаж вокруг дома. Намечаю дорожку, которая ближе к нам расширяется. Дерево с левой стороны. Намечаю слегка веточки основные. И крону. Лес на дальнем плане. А с другой стороны елочки. А на передний план я добавлю небольшой кустик. В отличие от дерева у него нет ствола. А есть только веточки. Теперь переходим к цвету. Смешиваю белую и синюю краску. И голубыми оттенками заполняю все небо. Я хочу написать осенний пейзаж. Поэтому использую цвета осени. Это желтый, оранжевый, красный, охра. Если вам хочется написать летний пейзаж, можете использовать оттенки зеленого цвета. Лес на дальнем плане я написала оттенками желтого и охры. А дерево ближе к нам я заполняю оттенками оранжевого и красного цвета. Перехожу к елке. Смешиваю темно-зеленый цвет. И мазком снизу вверх провожу первый ряд. Второй ряд делаю немного светлее. И так до самой макушки. Или же можно написать одним цветом, но мазок накладывать по форме дерева. На дальнем плане наношу немножечко желтых оттенков. Это будет лес вдалеке. Теперь начинаю писать зелеными оттенками траву на переднем плане. Более подробно о том, как написать осенний пейзаж, вы можете найти по ссылке, которую видите сверху. Переходим к дому. Правую сторону закрашиваем охрой. Можете взять тонкую кисточку, чтобы не испортить рисунок нашего дома. Свет в нашей картине будет падать с правой стороны, поэтому я высветляю охру, добавляю в нее белый. И закрашиваю светлой охрой правую сторону дома. Теперь смешиваю цвет для крыши. Вы можете взять любой оттенок. Я смешала рубиновый и коричневый. Пока краска мокрая, я обратной стороной кисточки наношу черепицу на крышу. Если краска высохнет, то этого сделать не получится. Поэтому пока мокрая, влажная краска, процарапываем. Сейчас добавляю голубым цветом окна. Я решила, что в одном окне у меня будет свет, поэтому закрашиваю его желтым цветом. Дверь я решила сделать коричневой. Вы можете выбрать любую краску. Этим же коричневым цветом я закрашиваю левую часть трубы, а правую делаю светло-коричневой, так как падает цвет. Процарапываю, делаю фактуру кирпича. Закрашиваю козырек на крыльце. Процарапываю черепицу. Теперь перейдем к мелким деталям. Я беру тонкую кисточку и прорисовываю рамы на окнах белым цветом. Добавляю блики. Повторяю на всех окнах и на маленьком окошке чердака. Теперь оформляю фундамент моего дома. Беру цвет потемнее, коричневый смешиваю с охрой. И прижимая мазком, создаю фактуру камней. Добавляю немножко бликов на крышу, на козырек и дорисовываю ступеньку. На этом дом готов. Переходим к дорожке. Ближе к нам рисуем более яркие мазки коричневого цвета охры. Ближе к дому высветляем. Создаем перспективу. Дорисовываю оранжевыми желтыми мазками крону куста. Перехожу к стволам, к веткам, к мелким деталям. Теперь переходим к мелким деталям на первом плане. Я добавляю немного травы в хаотичном порядке. Чем дальше, тем трава становится меньше и исчезает. Темно-зеленым цветом добавляю тени. Так как у нас свет с правой стороны, все тени будут падать в левую сторону. Тень от куста, от дома и от нашего дерева. Слегка намечаю стволы деревьев на дальнем плане. Белым цветом добавляю дым из трубы. Добавляю падающие листья, создавая эффект движения в картине. И в конце я решила немного добавить цветов. Возможно это хризантемы или астры. Осенние цветы, которые украшают поляну возле дома. Вот такая интересная картина у нас с вами получилась. Субтитры создавал DimaTorzok